МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суперфинал баскетбольного турнира концерна «Росэнергоатом». Единственное сезонное спортивное мероприятие, где победят все. Победит дружба. Победит действительно единая команда. В честь Дня Победы на Десногорское водохранилище вышла флотилия драконов. Был бой. Наш самолет бился с немцем. Какой именно самолет? Никто не мог уже вспомнить. Атомщики подняли останки советского самолета Ла-5. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленская сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка в целом по концерну 69 миллиардов 692 миллиона киловатт-часов. Это плюсом 1 миллиард 198 миллионов. И мощность на 6 утра 23 тысячи 163 мегаватта. Это плюсом 730 мегаватт к задачам, которые ставит ФАС перед концерном «Росэнергоатом». О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третий энергоблоки. Суммарная нагрузка 2075 мегаватт. Первый блок находится в капитальном ремонте. 43-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии за 7 дней мая составила более 250 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 7,2 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 196 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Заместитель директора Смоленской станции Сергей Громов в составе команды концерна «Росэнергоатом» и поддерживающих организации в НИИ АЭС, НИКИЭТ, ОКБ, Гидропресс и других награжден за продление жизни энергоблоков атомных электростанций сверхпроектного срока. Значимая работа, давшая возможность сохранить для страны 16 гигаватт-генерирующих мощностей, признана лучшим проектом десятилетия. Ее специальным призом в пятом юбилейном конкурсе «Человек года Росатома-2017» отметил председатель наблюдательного совета госкорпорации, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Торжественная церемония честования состоялась 25 апреля в Москве. Суперфинал школьного баскетбольного чемпионата планета баскетбола «Оранжевый атом 4 на 4» прошел в Десногорске при поддержке концерна «Росэнергоатом». В нем приняли участие более 80 школьников российских «Атомградов». Приветствуя участников чемпионата, директор атомной станции Павел Лубенский поздравил всех с праздником спорта, пожелал юным баскетболистам удачи, хороших соревнований и ярких побед. «Соревнования – это праздник, соревнования – это как раз то средство, которое определяет участники соревнований и тренеры в городе своей подготовке. Радуются победе, печалятся поражениями, но это спорт. А в спорте побеждали более подготовленные, более тренированные, более сильнейшие. Поэтому удача, хороших соревнований, победы и средства». В течение двух дней на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» разгорались жаркие баскетбольные баталии. За лидерство в суперфинале соревновались команды «Соснового бора», «Удомленного», «Воронежа», «Курчатого», «Полярных зорий», «Заречного», «Волгодонска», «Десногорска». Победители внутришкольных и муниципальных этапов чемпионата, которые прошли в ноябре-декабре 2017 года. В результате напряженной борьбы со счетом 25-14 бесспорным победителем чемпионата стала команда «Десногорска». Евгений Фукс и Анастасия Визнер отмечены в номинации «Самый полезный игрок». На втором месте – баскетболисты «Волгодонска». На третьем – команда «Полярных зорий». Конечно, сложно было. Да, групповой этап был легко, а тут уже игры в плей-офф были вообще сложные. Пришлось попотеть. 4 на 4 – это как бы такой своеобразный вид спорта. Там появляется больше пространства для обыгрыша, и игра становится намного быстрее. Ты играешь, то скорости совсем другие. Мы играли 5 на 5, очень часто играем. Это вообще непродаваемая эмоция. Зародившийся в 2014 году по инициативе генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова проект «Планета баскетбола «Оранжевый атом» шагнул из Десногорска далеко за пределы области. Уже охватил 9 городов-спутников российских АЭС и привлек в свои ряды тысячи школьников. Чемпионат 4 на 4 – новый формат игр, который Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» впервые провел в этом баскетбольном сезоне среди школьников «Атомгородов». Это новый формат игры. Мы были инициаторами Десногорска. Мы провели это первый раз у себя в Десногорске. В этом сезоне мы это провели по всем территориям, по 9 территориям присутствия атомных наших станций. Всем все понравилось. Самое главное, что это заинтересовало в первую очередь детей и их родителей. Заинтересовало образование, заинтересовало спортивные организации этих городов. Значит, мы на правильном пути, если они уже говорят о том, что давайте продолжать. Поэтому очень все позитивно. Подошел к логическому завершению. Большой, аж большой баскетбольный маркер. Сегодня состоялся банка большого суперфинала. Прекрасный финал, финальные игры, которые были 9 победителей. Ребята, вы просто сказали, что все вы победители. Все вы лучшие в своих городах. За большой личный вклад в развитие социально-спортивного проекта «Планета баскетбола Оранжевый атом», почетной грамотой концерна «Росэнергоатом» и благодарностью Федерации баскетбола Смоленской области награждены директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин. Благодарственными письмами федерации также отмечены заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий, председатель профсоюза атомной станции Юрий Кузнецов и заместитель главы города Александр Новиков. На акватории Десногорского водохранилища состоялся традиционный фестиваль «Лодок-дракон», посвященный Дню Великой Победы. Праздничная регата объединила более 60 спортсменов Смоленской АЭС, профсоюзного комитета атомной станции и подрядных организаций. Главным символом спортивного праздника стал флаг победы в Великой Отечественной войне. Как знак признания и благодарности героям-освободителям, защитникам Родины, подарившим нам мир. У нас в городе стала уже замечательной, действительно хорошей такой традицией в преддверии Великого, наиболее значимого в нашем государстве праздника, Дня Победы, проводить спортивный фестиваль. В «Лодки на драконах» у нас уже популярный вид спорта. Но, знаете, сегодня, наверное, единственное в сезоне спортивное мероприятие, где победят все. Победит дружба, победит действительно единая команда. Генеральный директор ООО «Смоленская АЭС-сервис» Эдуард Синовоз поблагодарил участников фестиваля за то, что они продолжают и развивают в нашем городе традиции трудового спорта. Вы своим примером заражаете юным поколением, показываете то, что, несмотря на любые сложности в быту и на работе, возможно вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой. Вдохновившись спортивным азартом команд, Эдуард Синовоз и директор «Атомтранс», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко присоединились к экипажу «Смоленской АЭС-сервис» и вместе со всеми спортсменами преодолели праздничную дистанцию. Майская регата «Лодок-дракон» традиционно открыла сезон навигаций и водных видов спорта в Атомграде. Как отметил тренер профсоюзного комитета «Смоленская АЭС» Александр Клячин, для десногорских грибцов сезон 2018 будет очень насыщенным. В дальнейшем у нас будет ближайший выезд 13 мая на соревнования. Тоже традиционные, каждый год проводятся в Москве, посвященные городу Москвы. В городе в нашем ближайшее соревнование будет проходить 10 июня. Мы хотим провести заезды новые, будет всем интересно, дистанции полтора километра. По сумме времени заездов будет трех у мальчиков, у двух заездов у девочек. Так мы готовимся, открытие прошло, готовимся к важному соревнованию. У нас будет ближайшее, это в июне месяце 16 числа будет проходить в Твери Кубок России. После этого через месяц в июле мы едем на чемпионат. Две команды, одна поедет на чемпионат России в Москву, а другая команда поедет на клубный чемпионат мира в Венгрию. В 75 лет боевой истребитель Ла-5 и советский летчик пролежали под землей в лесах Калужской области. Их подняли бойцы поисковых отрядов «Обилист» Смоленской АЭС, Русь УМВД по Калужской области и активисты организации молодых атомщиков. По номерным фрагментам самолета они надеются установить имя погибшего героя. Легенду о падении боевой машины поисковики услышали во время одной экспедиции от жителей Калужской области. Был бой, наш самолет бился с немцем. Какой именно самолет, никто не мог уже вспомнить. Оба они загорелись и разошлись в разные стороны. Где немец упал, сказали, а наш потянул в сторону своих и упал в лесном массиве. Некоторые фрагменты и детали машины лежали прямо на поверхности. По донцу разбросанных вокруг гильз поисковики прочитали год выпуска – 1943. Вероятно, самолет потерпел крушение во время Смоленской наступательной операции. Поднятие останков и ценных исторических находок времен Великой Отечественной войны – финал большой напряженной работы. Подготовка стартовала в ноябре 2017 года. «Сначала документально оформлялись, технически подготовились, потому что труднодоступное место, лесной массив, жижа, грязь, и там круглый год такая обстановка. Готовили волокуши, сани, чтобы вывести оттуда фрагменты самолета. Готовили специальные приспособления, потому что работа была тяжелая, постоянно пребывала вода». В первый день копали до темноты, чтобы максимально подготовить площадку. Постоянно пребывала вода, помпа практически не переставала работать. Второй день был легче. Отрабатывали непосредственно подъем останков самолета и летчика. «Фрагменты самолета вывезены для именно установления самолета. Самолетам будут более-менее ценные детали будут переданы коллегам, кто занимается реставрацией, обязательно передадим, потому что такие вещи нужно сохранить, нужно использовать правильно, по назначению часть хороших экспонатов получится. В музее в нашем добавится. А самолет сам сейчас будем устанавливать. Я думаю, это уже вопрос времени. Майские праздники пройдут. Работа в архиве. Съездим, поработаем с документами. Надеюсь, не займет это немного времени, потому что на 43-й будет намного проще. Все машины, которые вылетали, они будут учтены. 9 мая в рамках празднования Дня Победы в Десногорске пройдут следующие мероприятия. 9.00 – построение колонны для праздничного шествия, проезжая часть второго микрорайона вдоль домов 1-8. 9.20 – праздничное шествие, акция «Бессмертный полк». 10.00 – торжественный митинг на Кургане Славы. 11.00 – театрализованное представление, реконструкция, Смоленщина, щит России в веках. С участием Брянского исторического клуба «Квитунь» – площадка за Курганом Славы. 12.30 – праздничная программа «Пером Победы» – реабилитационно-оздоровительный и досуговый центр Смоленской АЭС. 18.00 – праздничный концерт на площади городской летней эстрады. 21.55 – праздничный фейерверк. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова